Рубцовская инфо В основном же молодых людей призовут войска Центральной России, Сухопутные, а также флот и Национальную гвардию. Служить рубцовчане будут год. В окрестностях Барнаула нашли флаг с крыши Барнаульского городского совета народных депутатов, пишет московский комсомолец. На выцветшем полотне с трудом, но пока еще читается текст, который написан депутатом Барнаульского горсовета Евгением Бессоновым. В тексте сказано, что 24 августа 1991 года этот флаг сняли с крыши городского совета народных депутатов и на его место автор послания, художник и краевед водрузили триколор. Детский сад Ясли построят в Барнаульских новостройках, информирует политсибру. Учреждение появится в квартале 2011 на улице Взлетная, 54. Уже прошел аукцион по определению подрядчика. Это компания Селф, единственная заявившаяся на конкурс. Правда, пока контракт с компанией не заключен. Отметим, детский сад рассчитан на 280 мест. Его должны построить до 1 декабря 2019 года. Сборная России по биатлону приедет на сборы в Белокуриху-2, сообщает газета «Комсомольская правда Барнауль». Известно, что тренировки начнутся уже в ноябре. Советник президента Союза биатлонистов России Александр Малиновский рассказал, что алтайский комплекс оценивает очень хорошо. Добавим, ранее президент Союза биатлонистов России заявил, что Белокуриху рассматривают как одну из главных площадок для подготовки сборной к Олимпийским играм в Пекине в 2022 году. Скрипачи из Наукограда одержали победу на международном конкурсе в Сочи, пишет бейский рабочий. В этом году на престижное состязание детского, юношеского и взрослого творчества «Хрустальная магнолия» пригласили ансамбль скрипачей «Ласточка». Приехав в Сочи, участники узнали, что там же параллельно проходит и еще один конкурс у самого Черного моря. Это вызов, подумали бейчане и поучаствовали в обоях. Несмотря на то, что конкуренция была большой, представлены коллективы из Москвы, Армении, Грузии и Америки, юные земляки одержали безоговорочную победу в конкурсе «Хрустальная магнолия» и кубок у самого Черного моря. Продолжение следует...